Всем привет! Снова с вами я, Александр Пайлуев. Мы продолжаем серию видеоуроков «Секреты мастерства». И сегодня я отвечу на вопрос, который мне задают чаще всего. Какие упражнения я играю? У меня возникает встречный вопрос. Неужели вы думаете, что существуют какие-то волшебные упражнения, способные сразу решить все технические проблемы? Вынужден вас разочаровать. Волшебные таблетки не существует, но я расскажу, как занимаюсь я. Я считаю, что упражнения актуальны на самом начальном этапе обучения. Когда ученик еще не играет пьесы, а ему нужно как-то знакомиться с правой, с левой клавиатурами, в целом с инструментом, тогда хороши упражнения. Но когда музыкант, студент уже играет какие-то пьесы, то я считаю, что технику лучше развивать именно на художественных, интересных пьесах. На этих пьесах вы можете отработать определенные виды техники. Двойные ноты, тремоло, пассажи, арпеджио, гаммы. Все, что хотите. Конечно же, уметь знать аппликатуры, естественно, нужно. Но мне лично, как я думаю и многим другим, просто игра сухих этюдов и гамм будет скучна. И просто развивать технику будет скучно и неинтересно. Часто звучат такие вопросы. Вот я играю такую-то пьесу, такой-то чардаш, и у меня конкретное место, вот не получается. Помогите с упражнениями, чтобы у меня получилось это место. Но это же место можно просто взять отдельно и учить его. Зачем вам упражнения, если у вас этот материал уже есть в пьесе? Просто добивайтесь того, чтобы это звучало ровно, выразительно, чтобы это у вас место звучало нужным штрихом, четко и прочее. Если у вас не получается какое-то место, нужно проверить аппликатуры. Выбирая себе пьесу на определенный вид техники, вы выбираете себе друга, с которым вы будете жить. Выбирая себе упражнения или неинтересные с эмоциональной точки зрения этюды, вы тоже выбираете себе друга, с которым вам, скорее всего, будет скучно. И вы вряд ли его будете показывать на сцене. И я считаю, что мы теряем время, уделяя слишком много внимания этюдам, которые вы никогда не будете играть на публику. Вы просто тратите время. С другой стороны, какое-то количество упражнений, возможно, должно быть гамм. Но, на мой взгляд, процент его не должен быть большим. Занимаясь надхудожественными произведениями, вы развиваетесь комплексно. Вы развиваете не только свою беглость, технические навыки какие-то. Вы развиваетесь музыкально, эмоционально. Вы развиваетесь как музыкант, потому что техника — это часть музыканта. Но она никогда не может стать главным. Потому что если вы только будете играть упражнения, вы будете развиваться технически, но душа, ваше сердце, ваше мышление вряд ли будет развиваться. Будет просто механическая работа. И выбирая те кусочки музыкального произведения, которые у вас не получаются технически, вы тоже, естественно, будете развиваться. Вы будете развиваться технически. Но вы будете развиваться и как музыкант. Их нельзя просто играть механически. Это нужно проживать каждый раз. Играя этот эпизод, нужно его тоже проживать, выиграть выразительно. И тогда вы будете действительно развиваться комплексно. И нельзя играть это, сидя за телевизором, проверяя, что вам написали где-нибудь ВКонтакте, или разговаривая с кем-то. Лучше потратить 10 минут и вдумчиво, и полноценно позаниматься этим кусочком, чем 3 часа, общаясь с кем-то, отвлекаясь. И это будет только хуже. Если говорить об упражнениях, я бы рекомендовал обратиться к опыту джазменов. Потому что они тоже играют упражнения, цитаты известных музыкантов. И потом это им пригодится в разных импровизациях, в разных пьесах совершенно. Мало того, что они развиваются технически, играя, преодолевая все сложности, которые там есть. Они развиваются, они думают, они знают, какая там гармония, они играют в разных тональностях. И поэтому тут, если вы будете играть такие упражнения, вы будете развиваться гораздо лучше, гораздо больше. И получается, что потом из этих кусочков складывается импровизация, как мозаика. Когда человек, музыкант, знает много таких цитат, своих, чужих, в разных тональностях, на разную гармонию, в разных последовательностях, то у него развивается мышление. И вот в этом большое отличие академических музыкантов от джазовых, потому что мы тоже проходим гармонию. Мы можем знать, какая гармония в пьесе в этой есть, но если мы не импровизируем, ничего там не меняем, то мы просто знаем. Академические музыканты, к сожалению, зачастую вообще не знают, что играют. А если знают даже гармонию, то это мало что даёт. Мы просто можем теоретически узнать, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Это очень полезно и нужно. Но у джазменов это гораздо больше. Гармония значит для них. Они потом применяют это везде. Вы можете эти упражнения найти во многих сборниках, в интернете, посмотреть. Просто поиграть какие-то последовательности, опевания. И потом, например, эту фразу поиграйте в разных тональностях. Потом, когда вы поиграли в разных тональностях, поиграйте её по квартоквинтовому кругу и так далее. Кроме того, вы можете играть в разных темпах. То есть я считаю, что такие упражнения гораздо полезнее просто сухих упражнений, которые тем более многие играют просто механически. Получается голова отдельно, пальцы отдельно, эмоции отдельно. И развития в таких упражнениях я большого не вижу. Опять повторюсь, лучше потратьте время, найдите интересные пьесы или сочините сами что-то. Я считаю, что в музыке самое главное не потерять интерес, особенно при обучении детей. А обилие неинтересных сухих упражнений и гамм может к этому привести. Поэтому там, где можно, я бы советовал их заменить более интересными художественными пьесами. Пишите в комментариях, что помогло вам развивать технику, что бы вы посоветовали другим. Ставьте лайки. С вами был Александр Павелуев. До новых встреч.